У нас есть несколько уровней напряжения, но, к сожалению, большинство сельхозтоваропроизводителей подключены по низкой стороне, где у нас максимальный тариф по стоимости за 1 км в час. Краевой день поля прошел в поселке Емельянова. Какой урожай ожидается этой осенью и как аграрии смогут снизить тариф на электричество? Отличная масличность, крупные семечки. В основном все семечки, которые мы покупаем, в пакетиках, в основном это сорт наш. 6 тысяч тонн элитных семян за сезон. Зачем в Красноярском крае нужен свой селекционный центр? Решили заниматься альпийской породой коз, потому что они очень красивые, очень элегантные, прекрасные животные. И качество молока у них для производства сыра самое лучшее. Вислоухие козы, скачки и сибирская моцарелла. Почему сельскохозяйственный праздник становится одним из самых популярных у красноярцев? В поселке Емельянова открылась одна из самых масштабных сельскохозяйственных выставок в Красноярском крае «День поля». По традиции первый день посвящен обмену опытом и изучению самых передовых технологий в аграрном секторе экономики. Прежде всего, именно на дне поля подводят итоги посевной кампании текущего года и обозначают планы на уборочную. Тем более, что некоторые хозяйства к ней уже приступили. В отличие от прошедших лет, в этом году весна и лето сельчан не расстроили. Теперь надежда на осень. Мы рассчитываем не только на лучшие погодные условия 2019 года. Вроде бы у нас все достойно и прошла посевная кампания в оптимальный технический отход. Думаем, что на достойном уровне проведем уборочную кампанию. Но, в принципе, мы снова в тематике круглых столов хотим вернуться к составляющим получения нормального, высокого, стабильного, высокого урожая. И, в первую очередь, конечно, большое внимание нужно уделять семеном на фоне. Основа сегодня, наверное, получения урожая высокого. Мы знаем их много. Это агротехника, это и химия, это и минеральные удобрения. На этом мы будем говорить, наверное, в ходе и принатного заседания, в ходе сегодняшнего круглого стола. Но, на первом месте, наверное, отношение к семянам, к тем сортам, которые, наверное, мы сегодня применяем на территории Красноярского края. Одна из главных задач, которую предстоит решить, это обеспечение Красноярского края собственным производством элитных семян, которые хорошо растут в наших условиях и гарантированно дают большой урожай. Нам надо создавать семеновольский завод. Это вот тема одна из таких ближайших. Это как бы само по себе структура, что экономика сработает, и на поле, и так далее. Но почему еще один момент у нас, чтобы наши ресурсы финансовые не уходили за пределы края? Тоже ее надо считать, не приведуясь в экономику, но она есть. Что мы закупаем ресурсы за пределами, а это уже говорит о том, что мы все равно куда-то выводим свой финансовый капитал за пределы края. Вот создание такой системы, чтобы мы себя самообеспечили всеми ресурсами, это тоже один из ключевых моментов экономики, который говорит о том, что отраслевое министерство в рамках общей стратегии развития края должно приследовать ей эту цель. Такая работа в Красноярском крае уже ведется. С 2009 года в Милянском районе развивают селекционно-семеноводческий центр. Именно на его базе испытывают новые сорта, чтобы потом культивировать их на территории всего региона. На базе птицефабрики находится сортоиспытательный участок госсорто-комиссии. На сегодняшний день из воспитания находится 50 сортов пшеницы, 23 сорта ячменя, 12 сортов овса и прочие сельско-ответственные бутылки. Сортоиспытание дает нам и госсорто-комиссии определить правильный потенциал сорта, поскольку мы используем технологию возделывания, интенсивную технологию, которую используем на семенных посевах, на элитных семенных посевах у себя на птицефабрике. Показатели существенно отличаются и госсорто-комиссии сравнивают с учетом определенных интенсивных факторов производства. Посмотреть своими глазами и узнать самый современный опыт в производстве элитных семян и испытаний новых сортов специалисты смогли чуть позже. Пока же прошел второй круглый стол по очень важной теме – электроснабжении предприятий агропромышленного комплекса. Прежде всего обсуждалась возможность снижения цены за киловатт с 7,5 рублей до 5 рублей. Причем на эти цели уже разработаны меры государственной поддержки, вплоть до возмещения половины затрат на приобретение нового оборудования и модернизацию сетей. У нас есть несколько уровней напряжения, но, к сожалению, большинство сельхозтоваропроизводителей подключены по низкой стороне, где у нас максимальный тариф по стоимости за 1 кВт в час. Сейчас министерством разработана поддержка в этом году, как раз-таки стимулирующая сельхозтоваропроизводителей на переход с низкой стороны на среднюю, низкую вторую, где стоимость 1 кВт значительно ниже, порядка 25-30%. С этого года уже началась работа в этом направлении именно со стороны товаропроизводителей. Вот есть уже удачные примеры. Сейчас пока очень мало практики, потому что на сегодняшний день этим вопросом занимаются 5-6 предприятий края. Вот хороший пример у ОМАНа, Абонского района. У них как раз-таки уже получилось, и в сентябре мы будем готовы принять от них пакет документов именно на субсидирование. То есть работы все проведены, переподключение осуществлено, то есть все нужные линии достроены, тариф будет изменен, и, соответственно, в сентябре мы уже будем принимать первый пакет документов и его субсидировать. Ну а дальше, как говорится, должен быть пример показательный. Вот это предприятие будет тем самым положительным примером. Кроме того, на выставке можно было узнать и о других видах государственной поддержки. Прежде всего, такой важной, как приобретение новой сельскохозяйственной техники. Тут руководители предприятий познакомились не только с техническими данными тракторов, комбайнов и зерносушилок, но и с размерами помощи на приобретение или лизинг. Сегодня существует, наверное, основная поддержка, я имею в виду для всех сельхозтаропроизводителей, это федеральная программа, она называется 1432, в народе так ее называют, постановление правительства. Значит, 20% государства субсидирует заводу по отчетным документам, как будет приобретена техника, это зерноуборочные комбайны, тракторные, я имею в виду тракторы и иная сельхозтехника. И плюс к тому же очень хорошая поддержка, это краевая субсидия. Вот за это надо отдать спасибо, значит, на каком этапе и как происходит. В принципе, хозяйство платит 50%, значит, с документами в Минсельхоз, и выплачивается субсидия 50% от комбайна, ну, берем за основу, взяли зерноуборочный комбайн «Вектор», это 3 миллиона. Дальше вы можете приобрести и другую технику, модельный ряд, который подороже, попроизводительней, ну, в общем, 3 миллиона на зерноуборочный комбайн. На пассивные комплексы, зерноочистительные, сушилки, все это вот краевой бюджет субсидирует. В принципе, не было ни одного сбоя, вот за что спасибо большое. В первый день были не только теоретические семинары и обсуждения, но и практическая часть. Прежде всего, это визит на селекционно-семеноводческий центр, проект которого реализуется в Емельяновском районе на базе местной птицефабрики в рамках господдержки. На площади около 2800 гектаров расположены опытные делянки сортов зернобобовых, зерновых, масличных и многолетних трав. Пшеница и овес адаптированы к нашим климатическим условиям. Поэтому востребованы именно сельхозпредприятиями Красноярского края. Уже сейчас здесь реализуется около 6000 тонн семян в год. Целью селекционно-семеноводческого центра является производство семян высших репродукций, высоких репродукций. На сегодняшний день, по результатам прошлого года, позапрошлого, мы предлагаем к реализации элитные семена по году более 6000 тонн, качество которых смогли оценить многие сельскохозяйственные предприятия, в том числе ведущие. Семена – это значимый фактор в получении результата в урожайности зерновых культур. Одно из главных устройств в центре – фотосепаратор. Он обеспечивает практически стопроцентную очистку семян. Причем отделяет нужное от сорняков и прочего брака по цвету. Для промышленных масштабов есть другой – зерноочистительный комплекс, внушительных размеров и мощности, производительность которого до 100 тонн зерна в час. Это склад временного хранения. Он существует для того, чтобы, получив с поля зерно, просушить его, провести первичную очистку и заложить на временное хранение, проверив предварительно на всхожести. Там внутри стоят термодатчики, термоподвеска. Все это на компьютере. Будущий урожай растет на специальных делянах. Это подсолнечник сорта «Энисей». Перспективная для нас культура. Выведен в Казачинском еще в 50-е годы. В селекционно-семеноводческом центре с этим сортом работают всего третий год. Но результат уже впечатляет. Имеет отличную масличность, крупные семечки. В основном все семечки, которые мы покупаем, в пакетиках. В основном это сорт наш. В прошлом году посеяли 3 гектара и произвели 2 тонны, продали элитных семян подсолнечника. Было посеяно с них, не ошибаюсь, тысяча что ли гектар. По соседству колосится пшеница четырех сортов. Ждет уборки. Это питомник испытания первого года. Пропалывают их вручную. Эти колосочки – результат двухлетнего труда. А вообще до получения партии элитных семян проходит обычно не меньше 7 лет. Селекционный комплекс, научно-исследовательские институты занимаются выведением новых сортов. Когда они вывели сорт, отдали в сортоиспытание. Прошло сортоиспытание не просто так. Если, допустим, я взял новосибирскую 31-ю и назвал ее новосибирской 41-ой. На сортоиспытании три года прошло. Увидели, разницы нет. А смысл какой? Естественно, оставят старый сорт. Поэтому кропотливый труд идет. Скрещивание, гибридизация. Даже в гены сейчас лезут. На складах сейчас мало семян. Все же основная уборочная еще впереди. И как раз на будущее рядом уже идет строительство новой очереди комплекса. Селекционный семеновочный центр развивается. Мы в дальнейшем планируем укреплять техническую базу. Также совместно с институтами отрабатывать в плане испытаний новых сортов. Предлагать новые технологические решения. Также у нас направление достаточно активно сейчас развивающееся. Это семена многолетних трав. Мы в ближайшие уже предлагаем и будем наращивать объем производства семян многолетних трав. Люцерна, экспорцет, донник, кострец. Второй день сельскохозяйственной выставки, конечно, больше праздник. Будут и скачки, и угощения, и песни, и пляски. Но все же одно из главных событий – это выставка сельскохозяйственных животных. Где для себя можно приобрести как небольшое поголовье, так и буквально одну особь. Например, пустить вот такого вот красивого козла в свой огород. А если серьезно, прошла очень большая презентация молочных коз и состязания в молочном козоводстве. Экспертную оценку животным дали доктора сельскохозяйственных наук. Представители Всероссийского научно-исследовательского института. Они провели выводку, где не только осмотрели животных, но и рассказали, какая порода лучше всего подходит для разведения. Ну и самое главное здесь можно было узнать. Как завести козу для домашнего хозяйства. Например, у Ирины Рогозиной сейчас стадо в 30 голов. А начинала всего с одной козы с козлятами. Решили заниматься альпийской породой коз, потому что они очень красивые, очень элегантные, прекрасные животные. И качество молока у них для производства сыра самое лучшее. А сыроделие – это одно из направлений нашей деятельности, нашей фермы. Впервые в рамках краевой сельскохозяйственной выставки прошел конкурс сыроваров, «Мастер моцареллы». Всего в нем приняли участие 9 человек из разных районов края. Комиссия оценила мастерство претендентов по ряду критериев. Вкус, запах и цвет, консистенция, рисунок, внешний вид продукта. В апреле месяце я здесь тоже была на крупном форуме. И мы общались с Александром Николаевичем. Перед этим я увидела, как у вас проходит конкурс по мясу. И сказала, а давайте сделаем то же самое, но по моцарелле. И идею подхватили и тут же воплотили. А начинался он просто молоком. Привезли бочку с молоком и разлили, и участники начали работать. И вот через 2,5 часа, 3 часа прошло, у нас уже результат. Развивается семимильными шагами и сыроделие, и газоводство. Я ходила на выставку ГОС. Очень много достойных. Прям вообще приезжаю сюда, как к себе домой. Мы будем оценивать по критериям по ГОСТу. То есть плотность, вкус. То есть сыр должен будет соответствовать ГОСТовскому стандарту. У нас есть жюри экспертное, 7 экспертов. И мы будем его судить. Это сыроделы, которых приглашали районы. То есть, например, каждому району было дано задание, чтобы отобрали одного сыродела. А так как сыроделов много в Красноярском крае, соответственно, пригласили лучших. И эти сыроделы у нас на конкурсе. Все сыры получились очень вкусными. Отдельного внимания заслуживает их презентация. Так что даже опытной комиссии было трудно определить победителя. Спонтанно реклама высочила в интернете. Заинтересовалась, пришла по ссылочкам, подвигалась. И заболела. В основном использовала, потому что у меня козочки. Но я на жаркове покупаю. Сколько видов, но трудно сказать. На выставке было очень много ярких площадок. Тут и любители цветов, и хорошего дачного урожая. Прошел конкурс на лучшую дачную витрину. А кроме того, здесь же можно было приобрести семенной картофель, который выращен на полях Красноярского края. На сегодняшний день у нас выращивается 19 сортов семенного картофеля для различной селекции, как иностранной, германской, голландской, так и отечественной. На 6 сортов, 7 сортов присутствует это российская отечественная селекция. Картофель, качественный семенной картофель, он везде востребованный, как на больших предприятиях, так и фермерах. И в личных подсобных хозяйствах, и на дачах. Мы в прошлом году провели такую торговлю прямо на выставке весной для садоводов, была реализация, мы в розницу реализовали около 6 тонн. То есть уже население, популярность и понимание, что качественные семенные картофели, элитные, он дает свой результат даже в личных подсобных хозяйствах. Разумеется, на выставке можно было купить все, что производят ремесленники. И прежде всего, сувениры ручной работы. Татьяна Иванова из Ачинска приезжает сюда пятый год подряд. Привозит свечи из пчелиного воска. Говорит, они не только симпатичные, но и воздух обеззараживают. У деда и дяди пасека у нас остается воск. А я, мама и моя дочь, мы уже делаем свечи. Было скучно на работе, сидела, воск мнется, мягко очень. О, можно слепить. И как-то вот пошло, пошло, пошло и переросло в целое дело семейное. Кульминацией праздника стали состязания сельских конников. 11 хозяйств привезли своих скакунов, чтобы выяснить, кто самый быстрый. Причем в седлах были как мужчины, так и женщины. Это зрелище привлекло больше всего гостей. В принципе, бега приехали по этому поводу. Интересная ярмарка всяческих дачных пустов, цветов, саженцев. Взяли визитки, пойдем в городе встречаться. Ну и концерт интересный, опять же, с людьми пообщаться, посмотреть, красиво все. Победителей скачек ждали очень хорошие призы. Новенький трактор «Белорус» и два «УАЗа». А также денежные премии. Совсем скоро вся эта техника уже приступит к работе на полях. Ведь в этом году крестьяне ждут хороший урожай. Год прошлый Красноярский край с точки зрения темпов производства в этой нашей сельскохозяйственной сфере закончил достаточно убедительно. 103% мы показали, тогда как в России 99% с небольшим. Небольшое снижение. Ну и этот показатель выше, чем в Среднесибирске. Наш главный интегральный критерий, который говорит о качестве работы, урожайность гектара, в прошлом году, да, была нерекордной, если посмотреть там десятилетнюю перспективу. Но на фоне сибиряков, учитывая погодные условия, мы опять оказались в лидерах. Если говорить о перспективах года нынешнего, как я сказал, они уже просматриваются. Думаю, он тоже будет успешным. И с учетом того, что посевную, вы, хотелось сказать, мы провели в нормальные агротехнические сроки. И лето у нас пока стучу по дереву более или менее нормальное. И надеемся, что и уборочная страда пройдет также в благоприятных погодных условиях. Мы ожидаем сегодня, что объем сельскохозяйственного производства прирастет в абсолютных цифрах. Это 4-4,5 миллиарда, превысит 81 миллиард. Это хорошая прибавка. Естественно, мы ожидаем прирост, прежде всего, по растеневодству. Это, что называется, наша фишка. И в то же время и другие направления сельскохозяйственного производства выглядят достаточно убедительно. Всего в этом году сельскохозяйственную выставку «День поля» посетили около 8 тысяч человек. И это доказывает, что этот праздник становится одним из самых любимых у нас в крае.